Немножко любви. Немножко сладкого. Немножко интриги. Я промотал, я промотал. Ты прячешь в сердце нерожденную боль. Я знаю все, ты знаешь, код и пароль. Верю, верю в чудеса. Им позволено говорить все, что они думают. И они не стесняются в своих комментариях. Звездная серия. Анатолий Хостюкоев. Контрабанда.com.ua Сто веки в тому свете свитло було, Де воно теперь хто знал? Бачу, ти не хочу! Константин Косинский. Ляля Руснак. Группа Eat Me Tiger. В программе Молочный коктейль. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите капля в молоке? А что такое капля в молоке? А капля чего в молоке, кстати? Материнское грудное молоко. Это очень сложный вопрос. Когда говорят кровь с молоком, это положительное. Самогон, слезы. Диагра. Никаких ассоциаций у меня пристойных капля в молоке не вызывает. Пожалуйста, охарактеризуйте Генри. Генри. Пять букв. Первые три сразу в одно уходят. Гениальный. Белый. Солнечный. Экспрессивный. Романтический. Буковка R остается. Это вот рьяный. Светлый. Это жидкий героин. Неоднозначный. Или кокс. Разный. От части небритый. Положительный. Это очень сложный вопрос. И последняя буковка в его имени – это игривый, позитивный человек. В чем фишка Генри? Наверное, в его мозгу. Немножко любви. Немножко сладкого. Немножко интриги. Если название коктейля – капля в молоке, то какие ингредиенты в нем? В молочко. В виски. Коктейльную вишеньку. Это вы что, фильм снимаете, что ли? В житии одни эти сами обставины не завжди производят до однаковых наследков. Теперь перейдешь на русский язык и поймешь, о чем я тебе сказал. Молоко на какой-нибудь ликер такой. Молочный, яичный. Нет? Да? Ладно. Посмотрим. Значит, внизу рыбий жир. Ой, ой, ой. Красиво. Они просто по плотности разные. Будут так слоями. Рыбий жир. Потом вода. В воде будет плавать перчик. А потом молоко, собственно, горе белое. Представляете? Такой стаканчик прозрачный. А потом слой цемента, чтобы это случайно никто не выпьет. Бананы, мед, самбука. И такая фигня, она пахнет, сейчас, кокосом пахнет, да. Ну и водки. Чтобы молоко свернулось и было красиво. Есть ли у вас история, связанная с молоком? Раньше мудрые люди, когда не было холодильников, они брали, бросали маленькую жабку, бросали в молоко. И это молоко очень длительный период, оно не скисало. И оно было очень холодным. То есть это как своеобразный такой натуральный холодильник. Так вот, если эта жабка будет там очень долго сидеть в этом молоке, и она будет так вот с первыми лапками делать, то, естественно, ты понимаешь, что происходит. После этого, как она лапками делает, она взбивает, взбивает, это превращается в сметану, а потом это превращается все это в масло. Я хочу пожелать тебе и твоей команды, чтобы вы всегда как можно больше двигали, что вы лапками так вот махали, и обязательно у вас будет результат. Обязательно у вас будет свой зритель, свои фаны, потому что вы занимаетесь хорошим делом. Вы мажете лапками. Все, пока, я занят. Все! Будете обливать девушек в майках. Билого много, да? Все будут пить молоко. Да, да. Меня заставили. Команда Генри меня пытала. Ну, я этому рад. Большое спасибо. Это была передача «Молочный коктейль». 10 апреля, 20.00. Клуб Шутерс. Презентация клипа «Капля в молоке» от группы Нора Ласса. В рамках Emotion Party. Звездная серия. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 24, 14, 14, 15, 20, 15, ISM. Продолжение следует...